Добро пожаловать на просмотр видео по МТА провинции. Сегодня мы поедем в АТП Приволжска, чтобы устроиться на работу водителем автобуса. А какого вы скоро узнаете. Поедем на моем волчке черном, это кстати моя первая и пока единственная машина на сервере. И должен сказать, что я безумно доволен покупкой, никакого тюнинга нет, чистейший сток. Единственное, я номера покупал красивые. Не машина, а песня в общем. Ехать совсем недалеко, не зря я покупал квартиру почти в центре, куда не еть, все рядом. Ну а пока мы едем, хочу сказать, что ссылка на скачивание проекта уже в описании. Я играю на пятом сервере, если вы будете регаться на нем, то от меня вам будет небольшой подарок, а точнее промокод Danich. Он работает только на пятом сервере. Чтобы его активировать, нажимаем английскую кнопку M на клавиатуре, заходим в реферальную систему и в строке активировать промокод вводим Danich. Как на ваших экранах. И кнопку активировать нажимаем. И все, бонус ваш. Ну а теперь побежали устраиваться на работу. Заходим в АТП и устраиваемся. Замечательно. Теперь же идем в гараж, чтобы выбрать автобус, брать можно любой. В основном тут Лиазы, но кроме их тут есть еще старые Мерседесы и мелкие Хендай. Мне по душе Лиаз. Садимся в него. Выбираем 34 маршрут. От вокзала до завода ЖБК, так как он мне больше всех нравится. Моделька автобуса, что снаружи, что внутри на пятерку. Есть почти все анимации, даже вентилятор еле-еле крутится. Поехали к первой остановке. Это вокзал Приволжска. Едем мы уже в вечернее время в игре. Ну а в реале на момент съемки времени еще мало, поэтому пол сервера еще спит. От работы водителем автобуса на прове получаешь много удовольствия. Поэтому нарушать ПДД желания вообще нет. Вот мы и приехали к вокзалу. Новички, которые будут выбирать Приволжск, как место старта будут появляться именно в этом месте. На остановке двери открывается полуму, только у пассажиров. Что ж, народу нет, едем к следующей остановке. Она как раз напротив вокзала. И вот наш первый пассажир. Фигаси, это бизнесмен какой-то. Весьма интересно, что могло пойти не так, что пришлось ехать на автобусе. Так, нас тут конкуренты обгоняют. Следующая остановка. Развлекательный центр. Ехать недалеко, а на светофоре придется постоять. Вот дальнобой на Нео едет. Оп, вот и второй пассажир. И это какой-то бомж. Он пытается сесть. Он близок к цели. Ура, он сел. Едем дальше. Это пассажир и бизнесмен, и бомж. И снова светофор, и снова красный. Где-то буду включать камеру третьего лица, чтобы можно было полюбоваться и безопасно развернуться. Ну, наконец-то зеленый. Так, никто не выходит. Продолжаем маршрут. Ого, зеленый. Черт, чуть поворот не пропустил. По привычке, при виде зеленого педаль в поле про поворот забыл. Остановка напротив аренды велосипедов. Так, бизнесмен вышел. Один бомж Вани остался. Чувак побежал дальше, а мы поехали. Перестраиваемся с поворотниками. Вдруг сзади кто-то поедет. Ништяк. Даже останавливаться не пришлось. Кайфу от салона Лиаза. Да и, в принципе, от автобуса и рейса. Интересно, докуда бомж Вани едет? Он все сидит и сидит. Следующая остановка. Какой-то там рынок безымянский, если не ошибаюсь. О трамвае тоже уже ходят. Как-то я резко остановился. Сейчас едем к автомастерской. Обожаю этот район торгового центра. Очень атмосферно. Остановка банк имени Гагарина. Это у нас получается. Так, пассажиров все нет. Едем дальше. Тут обязательно по сторонам смотрим. Так как очень много народу здесь катает. Остановка восточный поселок, если не ошибаюсь. Так, наш бомж Вани где-то вышел, а я и не заметил. Какое безобразие. Следующая остановка. Школа получается. Слева идут двухэтажные дома. Там квартиры вроде как побюджетнее. Мы едем довольно спокойно, так как вообще никого нет. Ни разу в этом районе не видел пассажиров. Следующая остановка. Троллейбусный парк. На троллейбусе, кстати, я тоже работал. Весьма интересный и почти прибыльный. Тут все зависит от вашего уровня. Чем он больше, тем больше ЗП. Встаем так, чтобы не загораживать выезд с поселка. И это получается предпоследняя остановка. Дальше пойдет конечная. А точнее ЖПК, железобетонный комбинат. Это место самое прибыльное для новичков. Работа максимально простая. Таскать ящики. На первом уровне за один ящик дают 84 рубля. За один час можно заработать 12 с половиной тысяч. На моем уровне за час можно заработать 55 тысяч. Поэтому для начала советую эту работу. Есть и другие работы на первом уровне. Но они более время затратные и приносят чуть меньше прибыли. Но они немного интереснее. Итак, вот и конечная. Приехали пустыми. На авариках разворачиваемся. И едем по тому же маршруту. Только назад. После конечной. А точнее вокзала Приволжска. Едем в АТП. И посмотрим сколько нам дадут за рейс. Тем временем на дворе провинции уже поздняя ночь. И пока мы едем до вокзала я бы хотел сказать, что по провинции будут стримы. Там я буду работать и общаться с вами. А также участвовать в различных мероприятиях. По типу гонки на выживание, ночь в полицейском участке, паркур и так далее. А также ездить на рыбалку, устраивать сходки и различные движухи. В общем будет очень интересно. О начале стримов я вас проинформирую в сообществе ютуба. Ну а тем временем мы уже заехали в город. Оп, полиция уже начала появляться. А мы и так пока не нарушаем, поэтому докапываться они просто так не будут. Максимум паспорт и документы проверят. Сервер постепенно просыпается. Все чаще вижу машины. Опять поливомоечный пронесся. Во всю ЗИЛы работают. Кстати, эта работа доступна со второго уровня. Единственное, вам нужны права этой категории. Так, ЗИЛ с стройки выезжает. Он нас должен пропустить. Но непонятно пропускает он нас или нет. Немного странная ситуация получилась. Ну да ладно. Оп, на желтый пролетел. Успел. Кстати, ни одного пассажира нет опять. Но ничего. Остается совсем мало остановок. И поедем в ГВшку получать. И это всегда приятно. Кстати, ни одной аварии, ни одного штрафа еще не было. Пытаюсь максимально аккуратно РПшно ехать. Начинает потихоньку наступать утро. Кстати, где-то до 11.30 утра по реальному времени на провинции светофоры не работают. Можно на них вообще не останавливаться. Но не забывайте, что много камер, которые штрафуют за превышение скорости. Выезжаем на главную дорогу и держимся сбоку, чтобы не мешать чувакам, которые топят под 200. Да что, я и сам так часто делаю, где нет камеры. Кстати, вы можете купить свой автобус или маршрутку и работать сам на себя. Или устроиться в какую-нибудь компанию на этом автобусе. На пятом сервере это компания Чижик. Довольно странное название, но все же. Фига себе, таксист на красный пролетел. Так, а тут же за ним где-то Светогор проехал. Очень интересно. А за ним полицейская Ауди пролетела до этой погони. Чувак, видимо, где-то на бедокуре высваливает. Кстати, работать в такси можно с третьего уровня. Либо на машине таксопарка, либо на своей. Хоть на Запорожце, хоть на Чироне. А я такое видел. Ну и это предпоследняя остановка. Вокзал. О да, помню, я тут жил раньше в зале ожиданий. У часа двух человек сегодня перевезли. Зато один из которых бизнесмен. Оп, за кем-то таксист приехал. Подождем немного. Пока они сядут и отъедут, все равно наконечную уходить направо. Что ж, вот заезжаем в это же место, откуда и начали. На эту площадь. Что ж, и сейчас будем смотреть, сколько же бабок мы получим. Я-то уже знаю, а вы еще нет. И получаем мы чуть больше 9500 наличный. Рейс довольно длинный и прибыльный. Был бы уровень повыше, дали бы побольше. Как я и обещал, едем в АТП. Поставим автобус обратно в гараж и будем заканчивать. О, дальнобой. На Магдуме пропускает. Красавчик. Так, повернуть-то я повернул. А вот сейчас нужно как-то перестроиться, чтобы удачно повернуть. Теперь наша очередь пропускать дальнобоя. Включаем поворотник и останавливаемся. Все, мужик понял, проехал. Красавчик. Что ж, и едем опять в сторону АТП. Довольно хороший рейс получился, должен сказать. Так как ни одной аварии, ни одного ДТП, ни одного штрафа, ни одну остановку не пропустил. Все прям идеально прошло. Что ж, вот как-то так. Все, останавливаемся, выключаем фары, двигатель, отстегиваемся и выходим. Что ж, ну и получается на этом все. Выполнили мы с вами один рейс. Довольно длинный на Лиазе. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. И еще раз напомню, что ссылочка на скачивание проекта в описании и про промокод тоже не забывайте. Еще напомню, он работает только на пятом сервере. Поэтому, если вы активируете этот промокод где-то на третьем или втором сервере, у вас ничего не выйдет. Его там просто не существует. Регистрируйтесь на пятом сервере и вводите мой промокод. Его я тоже оставил в описании, на всякий случай, как и инструкцию. Что ж, всем большое спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео или на стриме.